У мужчины и у женщины есть две вещи, которые надо сильно учитывать, когда ты берешь человека замуж или женишься на нем. Две вещи. У женщины две вещи. Первая вещь – ее характер, который она тебе ни за что не покажет, когда она с тобой встречается. Ни за что. Чтобы она показала свой характер, нужна особая ситуация, в которой она рядом с тобой испытывает голод или холод, или что-то не так пошло в ее жизни. И ты неожиданно для себя узнаешь то, с чем тебе придется жить. Потому что в тот момент, когда что-то пошло не так, она не сможет скрывать свой характер, и он вылезет наружу. Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место. Черное море, Анапа. Много светлых лиц. Две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. И вот в этот момент ты как бы посмотри и реши, ты с этим вообще справишься или нет. Потому что у каждой женщины же такой характер, какой характер, и он никогда не поменяется. Вот какой есть, такой есть. И поэтому мужчина и женщина должны встречаться вместе, чтобы мужчина узнал характер женщины в какой-то момент. и понял, способен он это терпеть или нет. Потому что единственное, что с этим придется делать, это терпеть. Счастья от этого ты не получишь. Можешь терпеть, живи. Не можешь, значит, не связывайся. Вторая вещь. То, что женщина в себе тоже никогда не поменяет. Это есть особая сфера ее желаний, с которыми она никогда не справится и никогда не поменяет. И как бы уже у каждой женщины это абсолютно своя сфера. Вот, например, одна женщина не может жить без цветов. Ну, цветы это не такая дорогая вещь, в принципе. Понимаете, другая не может жить без золотых украшений. Вот здесь уже сильно подумай. Если ты решил, что она типа забудет, что ей нужны золотые украшения, то скорее ты себя забудешь, чем она это забудет. И вот если женщине нужно именно это в жизни, то ей по судьбе также и достается мужчина, который может это обеспечить. Третьей женщине нужно просто покой и тишина. Если ты любишь бурные-бурные компании всю жизнь, то имей в виду, что она все равно победит в этой ситуации или расстанется с тобой. То есть ей нужно, когда ей хочется побыть одной. И чтобы никто ей не мешал. Ну, не всегда, может быть, в какое-то время, но это ее исключительное желание. И она его никогда в жизни не поменяет. Третьей хочется ездить, отдыхать на какие-нибудь курорты, допустим, или в какие-то места ездить, отдыхать. И она это желание тоже не поменяет всю жизнь. И будет всегда тебе выносить мозги по этому поводу. Четвертой хочется уходить к подружкам и общаться с ними до потери пульса. И тоже ты этого ничего не поменяешь. Пятой хочется дарить подарки, допустим. Кормить нищих там еще, подружкам что-то отдавать. И ты это тоже не поменяешь. Ну, то есть у женщины есть какие-то исключительные желания, которые надо разобраться, типа карману это вообще или нет. Если они бесплатные, допустим, в тишине она хочет сидеть, ну, классное желание, как бы вообще денег не надо платить. Вот, если желание драгоценности, чтобы ей покупали, тогда подумай. У меня есть один знакомый, я пытался лечить, он богат достаточно человек, я пытался лечить ее жену. И у меня есть возможность понять, какие камни человеку подходят. Я подбирал и подобрал разные камни. Она настолько чувствительная, что никакие камни ей не подошли. Мы поехали в Индию. Я пришел к своему другу, который камнями занимается. Он начал им показывать разные украшения. И она увидела одно украшение, которое состоит из одних изумрудов. И это пять рядов изумрудов там до самого пупа. Ну, как бы у некоторых квартир стоит, мне кажется, подешевле. Ну, это я так шучу. Ну, в общем, как бы она одела эти украшения. И в это время она вообще очень плохо себя чувствовала. И она такая, не то, что она сильно хотела это изумрудное украшение, конечно, она хотела. Она одела на себя это украшение, такая, ой, как хорошо. И все, не все проблемы прошли со здоровьем сразу. Он подходит ко мне и говорит, слушай, это действительно так или это самовнушение? Я подошел, протестировал ее, посмотрел, говорю, это идеальная вообще подходит к ней штука. И он такой подходит к ней и говорит, дорогая ты моя. Ну, чесал репу, ходил, короче. Долго думал, покупать нет. Купил все-таки. Потом дальше что произошло? Она с этим украшением вообще не расставалась. Проходила всю беременность. Когда она его снимает, у нее сразу тонус матки повышается, понимаете? То есть это украшение стало для нее талисманом, ее возможности счастливо жить, понимаете? То есть он вложил в ее характер, в ее здоровье, во все как бы сразу. Но он сразу же этого не понимал. И он как бы думал, блин, неужели так сильно ей это надо? И вот он понял, что так сильно ей это надо. В результате он как бы понял, что заплатил не зря. Я просто вам рассказываю, мои дорогие друзья, как устроена женщина. И она так устроена. Мужчины, хотите вы этого или не хотите, что практически всегда нужно платить деньги, понимаете? За ее это устройство вот такое. Конечно, ты получаешь от этого тоже счастье, удовлетворение своей жены и так далее. Теперь вы скажете, а конец-то, конца и края этому есть? Есть. Вот, допустим, если жена сильно что-то хочет, но ты знаешь, что это разрушит всю вашу жизнь, или тебе придется на трех работах работать, тогда ты ей скажи, мы к этому идем. То есть ей надо, если ты скажешь, этого никогда не будет в твоей жизни, ей тогда незачем жить. Но если мы к этому идем и придем, допустим, даже через 10 лет, она будет спокойно ждать. Женщина может ждать, терпеть, но отменять то, что она хочет, она не может. Продолжение следует...